Приветствую вас, и думается мне, что в вашем случае и депрессия, и употребление алкоголем, это два звена одной реакции, а точнее две стороны одной медали, я бы так сказал. Почему? Так, ну проблема в первую очередь заключается в том, что депрессия, депрессия, это по, например, Бёрну, если говорить о стандартном анализе, то депрессия это неудовлетворенность, статальная неудовлетворенность. То есть, человек, находящийся в депрессии, он, как правило, не реализует свои желания. Он их просто не может реализовать, не позволяет себе реализовать то, что он хочет, человек. И, соответственно, если мы говорим об этом, то вот и причина важной депрессии, нереализованность. Тотальная нереализованность, неудовлетворенность. И чтобы выйти из депрессии, нужно в первую очередь позволить себе хотеть, работать над своими желаниями, говорить о том, чего хотите вы, а не чего хотят другие. То есть, депрессия, это подавление человека, подавление его личности, ну, собственно, внутренними родителями, нормами, установками, надстройками социальными, которые человеку вообще не позволяют быть тем, кто он есть. Ну, не позволяет, и все. И все. Вот как бы он не позволялся, да, не позволяет. И вы, оказываетесь, просто-напросто забиты. Забиты именно тем, значит, что вы чего-то хотите, а получить это у вас нет возможности. Ну, знаете, тут у любого депрессия начнется, рано или поздно. С другой стороны, депрессия, это наличие у человека негативных установок, внутренних негативных установок, которые мечтают ему жить. Что такое негативная установка? Что такое установка вообще? Да, давайте вот, ну, на начале скажем так. Что такое установка? Установка – это готовность к переживанию. Вот же такое установка. Это готовность к переживанию по поводу той или иной социально-культурной нормы, социально-культурного средства, социально-культурной ситуации. И, соответственно, если мы говорим о установках, то установки всегда кенды формируются. И формируются они, как правило, родители. То есть, если, например, вот, яркий пример. В детстве, если вы поранились, ну, поранили ногу, там, например, то вам родители, они что говорят? Ну, скорее всего, родители вам говорят, да, что давай срочно там, там, бандицу, там, срочно маш чем-нибудь и так далее. И, скорее всего, во взрослом состоянии вы будете вести себя так же. Ну, то есть, вы будете так же действовать. И это же модель поведения вы передадите и своим детям. А если вам, например, допустим, родители говорят, ах, не переживай, ничего страшного, поболит и пройдет. то, соответственно, улетай будет так же реагировать. То есть, установка другая будет, вы понимаете? Вот именно про установку я как раз вам и говорю. Именно про установку. И нужно понять, какие установки и как у вас образовывались в первую очередь. понимаете, да? О чем мне прежде? Теперь дальше. По поводу алкоголизма. Ну, это защитный механизм компенсации. психоанализа. Вот, психоанализа есть такой термин. Компенсация. То есть, если мы с вами решили, например, что вы не удовлетворены, да, если вы не можете реализовать свои желания, допустим, то, соответственно, эти желания должны куда-то, где-то, как-то реализовываться. И они реализуются. Естественно, вот в этом. В алкоголизме они реализуются. как раз. И все. И реализуясь реализуясь алкоголизме, они обусловлены той ситуацией, в которой вы находитесь. Понимаете? Они обусловлены тем, как вы живете. То есть, если вы свои желания, например, не удовлетворяете, если вы себя подавляете, допустим, то вот вам, вот вам естественно и склонны к алкоголизму. Алкоголизм вам нужен. Ведь у вас нет больше возможностей, где бы можно было реализовать свои потребности. и соответственно, нужно не просто лишиться от алкоголизма. Это вы можете там провести детоксикацию, вы можете заказировать и так далее. Нужна сама причина. Нужно убрать саму причину, которая заставила нас употребляет алкоголь. И как правило, как правило, причина алкоголизма заключается в том, что человеку не нравится, человеку не устраивает, человека не устраивает. та жизненная ситуация тот мир, в котором он живет. Вот не нравится человеку, ну вот не нравится ему никак. И он хочет от этого мира сбежать. Он бежит от него. Он пытается от него убежать и убегает от него через алкоголь. Кто как? Кто через алкоголь, кто через наркотики, кто через секс, там, и так далее. То есть, ну, по-разному это бывает. С хорошей. Вот. Ладно, чтобы получать удовольствие, ладно, чтобы не чувствовать реального мира. Потому что реальный мир невыносим. А я открыл ваш профиль, увидел там еще один вопрос, где вы спрашиваете. Уже много лет вы живете одна, как вы говорите. И, соответственно, вопрос ваш такой, что вот я живу много лет одна, и встреча ли я мужчину. То есть, у вас есть определенная проблема еще и с тем, что вы не можете построить отношения с мужчиной. Ну, и, соответственно, если вы хотите найти его, если вы хотите найти мужчину в себе, то пить тем более нужно прекращать. Как мотивация, как мотивация для того, чтобы бросить пить, это неплохо, неплохо. Потому что, ну, вы же, наверное, понимаете, да, что мужчина, если вы встретите его, он не будет как бы мириться с тем, что вы ну, выпиваете. Потому что женщина не зависима от алкоголя. Я вам даже больше скажу. Мужчине, женщина, которая вообще ни от чего не зависит, прочитала. Потому что мужчина, он же ведь не дурак. Он понимает, что эта женщина изначально зависима от чего-то, то она тут же захочет сделать его тоже тоже зависимым. Поэтому вот на мой взгляд, на мой взгляд, если вы действительно хотите встретить мужчину своего, то нужно в первую очередь перестать сразу пить, потому что это и на внешний вид влияет, и на дыхание, и на интеллектуальные способности и так далее. То есть нельзя, нельзя пребывая в состоянии опьянения постоянном, да, встретить мужчину. Напротив, чтобы его встретить, нужно вести активную жизнь, а не пассивность, как алкоголизм. Да, то есть в принципе выпить можно. я думаю, что многие мужчины не отказываются выпить с вами, но непостоянно это делается, понимаете, вот. Ну, надеюсь, что вы меня поняли, надеюсь, что вы меня услышали, потому что это очень важные были моменты, если вы действительно хотите свою жизнь как-то поменять, то необходимо начинать это делать уже сейчас и не тянуть с этим, ни в коем случае не тянуть с этим и уже сейчас начинать что-либо менять. То есть если у вас действительно депрессия, то нужно обратиться к врачу, для того, чтобы он у вас ее диагностировал. если у вас алкоголизм и вы долгое время пьете, без алкоголя не можете, то соответственно это нужно также диагностировать на нашем лечении и так далее. Потому что вы и в состоянии депрессии, и в состоянии тяги к алкоголю вы не будете воспринимать терапию, которую вам пригодит например психолог. Обязательно помните, что именно психиатр, который вам назначит лечение например, он только позволит вам временно выйти из этого состояния и из состояния депрессии. Но при этом он не вылечит вас полностью потому что это задача психолога. Задачи психиатра просто облегчить вам ваше состояние и сделать вас готов к тому, чтобы воспринимать то, что скажет психолог к работе с психологом. Либо это будет индивидуальная консультация, либо это будет грубовая, а тут решать решать Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!